Ну вот на вскидку, вот посмотрите, что у меня на столе и отгадайте, что я буду готовить. Правильно, кто отгадал и написал в комментарии чебуреки. Все верно, чебуреки. Вообще, чебуреки тема очень благодатная. Во-первых, надо поставить памятник человеку, который придумал их. Скорее всего, такого найти невозможно, потому что лепешки с мясом внутри были всегда. Ну вот, сколько был человек, сколько была мука, сколько было мяса, и всегда все это вместе хинкали, манты. Значит, там хинкали жареные после того, как их не доели вареные. Но умудряются ребята еще и, конечно, отдельные позиции заводить, типа из серии, просто жареные хинкали. А вот это жареные хинкали, только плоские и с фаршем точно таким же, кстати, баранина и лук у меня будет. Но тесто для своих чебуреков я сделаю заварное. Ну, как-то же нужно сделать вот его каким-то таким рыхлым. Заварное тесто получается гораздо вкуснее, чем обычное. Обычное тесто, вы знаете, если брать, например, не глубокую фритюрницу, а просто сковороду, обычное тесто становится деревянным. А вот заварное, оно, знаете, из-за того, что внутри масло и лучше заварена клейковина, оно какое-то, какое-то прикольнее. Короче, вот я хочу сделать так. Итак, рассказываю, у меня здесь 500 граммов муки. 500. Можно было сделать 250, но, вы знаете, на 500 и кратную 500 можно, ну, так удобнее, в общем, когда есть что помесить, а когда там чуть-чуть, не так удобно. 50 граммов растительного масла. Можно обычное растительное, можно виноградные косточки, но, в общем, любое масло без запаха. И обязательно 150 миллилитров воды, но кипятка. Соль. Слушайте, ну, тут, знаете, пару щепоток таких добрых. Отправим. Тесто пресное, поэтому должно быть слегка подсоленное. Так будет вкуснее. Несколько дырок. Кто-то это делает на столе. Я вначале это буду делать в чашке, а затем уже буду домешивать на поверхности стола. Нужно быть очень аккуратным, потому что кипяток все-таки тема такая. Не полезу я ложкой, вернее, руками в кипяток. Вначале немного его, как бы, заставлю остыть. А дальше нужно срочно вымешивать. Уже руками. Ну, мука горячая, конечно. Вообще изначально, конечно, тесто делали без масла. Я думаю, что это кто-то просто зацепил эту тему. Но в ресторанах, вот я часто встречаю, ребята говорят, с маслом прикольнее получается тесто. Поэтому я использую этот рецепт, потому что я с ним сталкивался не раз уже, с этим тестом. Да, у меня была такая байка из жизни, связанная с чебуреками. Значит, когда-то я приехал в Москву. Это был 2000 год. Я жил в районе Черкизона, ну, территориально между метро Черкизовское и Щелковское шоссе. А, и Щелковское. Я, значит, там, я не помню, как эта улица называется, она есть там. Я даже иногда проезжаю, редко-редко там. Это была моя первая съемная квартира в Москве. Так вот, когда я, значит, работал, я только-только искал себя, свое место в этом огромном городе. Я работал администратором в школе танцев Дункан Клаб. Не знаю, существует она сейчас или нет, уже столько времени прошло. Ездил туда. Так вот, я ехал, зарплата была маленькая у меня. Ну, по тем временам, не знаю, как-то вот прям нужно же было снимать квартиру, платить за квартиру. Я этого никогда не делал, потому что в Красноярске я жил в своей квартире, мне не нужно было платить за нее. Вот, и, значит, когда я возвращался домой, я чаще всего ездил от метро Черкизовское, а не от метро Щелковское. Так было удобнее. И около метро Черкизовское был ларек с чебуреками. Я выяснил, что, значит, все чебуреки они не жарили, но уже были готовые чебуреки. То есть мясо и тесто, они были замороженные. И они партиями жарили, в зависимости от того, какая была активность. Выкладывали часть на витрину, а часть свеженькие. Ну, а третья часть в замороженном виде, она была... Почему-то мне не хватает воды. Тесто жесткое очень. Или муки пересыпал, блин, или воды не долил. Да нет, вроде 150. Значит, и... Когда я возвращался с работы, то у метро... Это было поздно уже. У метро подходил к этим ребятам и говорил, ребят, дайте мне там пару чебуреков. Я покупал какое-то время, они видят, что я постоянный гость. Они говорят, слушай, братан, ты ездишь там в одно и то же время, а у нас чебуреки остаются. Ну, то есть мы их там недавно пожарили, но вот их не купили. Слушай, а давай мы тебе там... Ну, грубо говоря, там они стоили, наверное, 40 рублей тогда в 2000 году. Они мне давали их что-то по 14, наверное. Я там на 40 рублей там мог чуть ли не 4 чебурека. Да, наверное, по 10 даже. Я на 40 рублей брал себе этих чебуреков в стопку, значит, только что пожаренных, свежих. Привозил домой, клал в холодильник и потом просто-напросто их разогревал в микроволновке и ел. И у меня так это, наверное, месяца три длилось. Я питался одними чебуреками. Вот это была у меня такая веха в жизни, когда я ел только одни чебуреки. Поэтому можно сказать, шутки-прибаутки, а вот я собаку съел на чебуреках. То есть я реально с ребятами с этим... Я тогда, конечно, еще не поварил, не был поваром, но ребята мне рассказывали, мол, типа, что тесто должно быть обязательно с маслом. Масло внутри теста нагревается и делает его такое ощущение, что слоеным. Ну, и оно должно быть крутое, не мягкое. Вот процесс пошел. Тесто реально жесткое, крепкое, и его не так-то просто месить. Я вспоминаю, блин, как-то я был на практике, блин, в грузинском ресторане, и вот тесто для хинкали было вот примерно такое же по своей текстуре, по плотности. Блин, это вот отдать должное людям, которые это делают ежедневно. Там такая стилища в руках. Я вот вроде качок худой, но прям умотался аж. Чувствую, как пот. Нет-нет, да и выскочит скоро из меня. Короче, тесто в шарик, пленочку. Можно накрыть тазиком, многие так рекомендуют. Я люблю пленкой, и ни в коем случае не убирать в холодильник. Пусть лежит рядом, под присмотром. И созревает, отдыхает. Как-никак тесто должно отдохнуть. Полчасика минимум должно пролежать. Чем жестче тесто, тем оно дольше должно завязывать клейковину. Так, теперь перехожу к фаршу. Здесь у меня лежит... Я взял лопатку от маленького барашка, от ягненка на рынке. Она весила без кости ровный килограмм. Вру, 1,2 кг. Его прокрутили, и фарш весил ровно килограмм. Ну, вот получилось, что... Там, здесь, тут... Да, я же попросил еще его взвести. Он говорит, килограмм ровно. Значит, к килограмму в мясорубку прибавили 400 граммов курдюка. Ну, значит, считай, там где-то 320 граммов осталось. На мясорубке застревает много. Особенно вот на этой большой профессиональной, как на рынках. Соответственно, ну, если мы прикинем, что на килограмм мяса примерно 300 граммов курдюка вышло, ну, это хороший процент. И 350 граммов мелкорезанного лука. Кто-то скажет, что в чебуреке с бараниной... А чебуреки, вот, чаще всего там, в московских чебуречных даже есть такое понятие, так как чебурек московский, он состоит из говядины и свинины. В баранину же я хочу добавить зиры. Черное, узбекское, настоящие, ароматные. Вот, две большие щепотки. Целиком я ее добавлять так не буду. Я ее немножко разомну в ступке с солью. Режьте меня ножом. Я хочу, чтобы зира была в баранине. Ну, вот, нравится мне, когда в чебуреках есть зира. Конечно, по классике ничего, кроме лука, мяса и черного перца не добавляют, но я же говорю, как делаю я, так делают те, кто любит, чтобы было вкусно. Зира перетертая. Соль я вот сюда вот ее высыпаю. Не надо много зиры. Мне нужно всего лишь, чтобы зира дала вот этот вот легкий оттенок. Она подчеркивает вкус баранины. Баранина получается у нас довольно жирная. 30 процентов жира. Ну, не 30, но там получается на килограмм говядины 300 граммов курдюка. Баранина. А, баранина, да. На килограмм баранины 300 граммов курдюка. Значит, перец по вкусу. Соли, соответственно, чуть больше можно дать. Значит, способов вымешивать там масса. Кто-то в тестомес отправляет, кто-то сначала выжимает специи. Ну, в смысле, черный перец с солью, луком. Значит, я это делаю все как бы обывательски. Не как шеф-повар. Но я еще люблю, когда есть легкий аромат кинзы. Когда чебурек, когда сочный чебурек откусываешь, течет бульон и разливается аромат кинзы. Кто-то добавляет острый перец. Я острый перец не люблю. Мне вот достаточно черного и зиры. Учитывая, что в наше время существуют и чебуреки с сыром, и чебуреки даже с картошкой. А я видел их с картошкой и грибами, то мой рецепт в любом случае не будет шокирующим. Значит, зиры. Ой, кинзы. Итак, кинзы я добавляю. Получается, знаете, вот в удовольствие надо добавить. Чтобы не получились хинкали. Я понимаю, что многие люди кинзу не любят. Те, кто не любят, ее не добавляют вообще. А кто любит, добавляют кинзу в сласть. Итак, мои любимые черные перчатки. Они бывают фиолетовые, синие, розовые, белые, серые, красные. Я люблю черные. Хотя, что, как сказать, я люблю. Я вообще, что дают, то использую. Может бывает, в кулинарную школу приходишь, там какие купили, такими и пользуешься. Красные никто почему-то поварам не покупает в кулинарной школе. А вот черные есть везде. Ну и все, теперь нужно месить. Тщательно перемешиваем фарш с луком. До выбивания белка? Да нет, нам не нужно выбивать белок. Дело в том, что белок выбивается, когда нам нужно мясо склеить. А если нам его клеить не нужно, потому что она у нас будет внутри, в мешочке из теста, то и белок выбивать не надо. А то оно скомкуется, потом будет таким кусочком деревянным. Для колбасы, кстати, мясо нужно выбивать всегда. Ну, вымешивать до появления белка. Опять же, чтобы внутри все хорошенечко склеивалось. Так, что я мучаю тесто? Оно уже готово, пора раскатывать. Но, хочу вам сказать, такое оно прям плотное-плотное получилось. Вот так, значит, его катать. Оп! Его еще фиг раскатаешь. Но зато, знаете, оно такое должно быть. Прямо настоящее чебуречное тесто. В ресторанах, конечно, чаще всего там, где есть чебуреки, они расходятся, как правило, в огромном количестве. Там есть раскаточные машинки, ну и тестомесы. В больших объемах этот тестомес может раскатать, ой, замесить тесто совершенно невероятной плотности. Мощные двигатели, низкие обороты, на то оно и рассчитано. Уху! Нелегкая эта работа, из болота тянуть, бегемота. Ну вот, мне удалось почти на весь стол раскатать этот лист тончайшего теста. Получилось, получилось супер. Стола у меня больше нету, ну в смысле размеров. Размеры закончились. И пора все это чинить, как говорят по-русски, начинять. Мы берем количество фарша, в зависимости от того, какой размер вы хотите чебурек. В любом случае, это не пельмень, да, вы же понимаете, что фарша должно быть немного. И цель чебурека как бы не захлебнуться в жидкости. Сок будет, потому что здесь есть жир, здесь есть сок в мясе. Некоторые рецепты рекомендуют добавлять туда воду, я против. Фарш должен быть именно просто жирный, его должно быть немного. Не зря же говорят, что фарш пожалели, да, есть такое поверье. Нет, фарш не пожалели, но просто тогда влага, выделяемая фаршем, она будет мешать жариться чебуреку. Я даже, смотрите, я его сделаю просто чуть, так сказать, вот. Видите, вот так фарш, я его обрежу чуть больше и вилочкой намну. У меня нет специальной звездчатой такой штуки, но у меня зато есть вот такая вот шикарная икеевская мисочка. Опа! Отрезаем. У нас получился вот такой вот чебурек. Теперь мне нужна вилка. Я просто беру и защипываю. Опа! Опа! Вот так вот защипываю края. Ну, чтобы, во-первых, было красиво, во-вторых, мы же все привыкли, что чебуреки это зубчатые краешки. Не нужно его раскатывать, превращать в кутап. Начинка должна лежать свободно. Защипан должен быть только один край. Вот так. Ну, а что? Дырка осталась. Какая дырка? Вот тут? Ничего страшного. Давай здесь тоже так сделаем. Вот. Главное, чтобы тесто слепилось. Главное, чтобы не было нигде дырок. Пройдитесь еще разок. Получилась огненная вот такая вот лепеха. Вот он, чебуречек. Так. Да, тесто прям такое мощное. Кладем сюда еще кусочек баранины. Закрываем его. Оп. Кладем чебурек. Тот, который был. Нажимаем. Оп-оп. Ну, пример такой же. Мясо пожалел я в этот чебурек. Я же говорю. Мясо не главное. Его не должно быть много. Главное, вкус чебурека. Маслице разогреваем. Масло не жалеем. У кого есть фритюр, конечно, тому повезло больше всех. И сразу отправляем сюда жариться два прекрасных крыла ангела. Таких супер чебурека. Ого, какие пирожки получаются с мясом-то. Так. О. Румянится. Румянится. Конечно, круто иметь такую огромную фритюрницу, как в обычных чебуречных. Но она стоит денег. Поэтому приходится обходиться собственными силами. Собственными силами обойдемся. Нажарим чебуреков. Значит, когда мяса немного, оно, соответственно, и готовится там довольно быстро. Тесто чем тоньше, тем лучше. Мясо чем меньше. В Перми, значит, да не только в Перми. И сейчас уже по всей России разошлись. По секундчики, да. Все это имеет свойство там. У нас в России пельменей, да. Пельменей не было. Были кундюмы. А в Перми вот эти вот характерные, так сказать, для того региона. По секундчики. Это маленькие чебуреки. Такие вот маленькие. Мне кажется, просто кто-то приготовил вареники и закинул их в масло. Так вот их жарят. Их плотно-плотно набивают мясом. Ни капли там воздуха не остается. И жарят. Потом подают с рассолом от огурцов, смешанным с острой горчицей. Но из-за того, что там особо в них воды нету и мяса много, тесто тонкое и во фритюре жареное, ты их откусываешь, они суховатые. Берешь жидкость, наливаешь и туда. Под водку, говорят, вообще великолепие какое-то. Так вот я бы, конечно, так сильно не заморачивался с чебуреками. Я бы просто пожарил бы по секундчиков маленьких. Огонек выключаю. Так, ой, какое ломкое тесто. Все течет. Все ломается. Класс. Тесто расчистое. Баранино ароматное. Весь жиром обрызгался. Собаки все с ума сходят. Салфеток у меня нету. Нет, есть. Нашел парочку. Вот это я свинья. Ну, не то чтобы я в хорошем смысле этого слова. Но чебурек это такая вещь, которая всегда обязательно, блин, то обольешься, то жиром обрызгаешься. Если у вас вкусная свежая баранина, то это, конечно, произведение искусства. Я за такие чебуреки. Я такую штуку люблю. Понятно, что это такой фастфуд. Самый что ни на есть. Но, видите, все течет. Все как и договаривались. Нельзя, конечно, выливать бульон, это драгоценность. Вспоминая свою московскую юность, когда я в 2000 году приехал в Москву, я хочу сказать, что вкусы мои лично поменялись. Но чебурек я так же люблю, как и раньше. Приятного аппетита, дорогие друзья. Пишите, я вам рассказал, как я это вижу. Непременно у вас там еще сотня своих рецептов. Я их с удовольствием читаю, кстати, и беру себе на заметку. Потому что ведь я у вас учусь точно так же. И не боюсь этого заявить, что я ученик, ученик всего этого мира. Это вот название у меня, шеф-повар, да? А на самом деле я еще не знаю так много в этом мире о гастрономии. Но я всегда стараюсь узнать об этом. И делаю это ежесекундно, ежечасно. Еду, смотрю везде. В общем, ставьте лайки, пишите комменты. Я с удовольствием буду их читать. Все, пока.